На байдарках и каноэ в Сургуте определили сильнейших спортсменов в первенстве и чемпионате города по грибному слалому. Соревнования проходили в 50-метровом бассейне Олимп. Там встретились 45 юношей и девушек в возрасте до 18 лет. По итогам гонки определили 11 победителей. Отмечу, что ребята могли проявить себя сразу в двух дисциплинах гребли. Сидя в каноэ и байдарке, управляя водным транспортом, одно и двухлопастным веслом соответственно. Зеленые подразумевают это прохождение вдоль течения реки. То есть участники должны пройти эти ворота прямо. И есть красные. Красные подразумевают обратный ход реки против течения. Задача преодолеть дистанцию эту трассу как можно быстрее. Это гонка. Но есть штрафные баллы. Ворота это получается две вешки висящие. Если участник задевает рукой, веслом чем-то заденет, то у него будет штраф. То есть нужно пройти чисто. Если же участник проходит в неправильном направлении ворота, либо прям совсем их не проходит, видно, что не проходит, то штрафное время плюс 50 секунд. Само по себе гремной слалом зрелищный вид спорта. Если учитывать, что мы находимся на холоде и даем возможность ребятам участвовать в подобного рода соревнованиях, сидя на воде, в лодках, а на улице холодно. И вообще не забываем, что это олимпийские спорты. То есть мы готовимся, не знаю, когда нас только туда пустят, а возможно скоро мы сами олимпийские устроим. Россия может, Россия потянет. Уже у нас есть перспективы, несколько ребят сборной России тренируются тоже от нашего округа. Он экстремальный, он единственный спорт в городе Сургуте, вот именно этот. Сначала было очень интересно, я перевернулась один раз, ну вот без юбки когда была. Просто сажают тебя в маленькую лодку, дают попробовать. Очень интересно, тебе дают весло, ты должен грести, так, чтобы не перевернуться, а еще первый раз тебя покачивают, в ту сторону разворачивают, цепляешься кормой с дорожки. Прям супер ощущение. На искусственной трассе общей протяженностью 100 метров следом за городским первенством состоялись и окружные соревнования. В них приняли участие 55 спортсменов из нашего муниципалитета и Нижневартовска. 18 первых мест разыграли в разных возрастных категориях, а также в индивидуальных и командных гонках. Напомню, грибной слалом входит в список олимпийских видов спорта в Югре, развивается в двух крупнейших городах.